Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Какой хороший день, чтобы поговорить о любимых криптовалютах. Когда ты пропускаешь один единственный день и не следишь за криптовалютами, после этого ты как будто бы телепортируешься в будущем, в котором мало что понятно. Именно поэтому лучше следить за криптовалютой каждый день, и для этого нужно всего лишь подписаться на мой канал, где мы каждый день говорим про криптовалюту. Сегодня я хочу поговорить про Cardano, Polkadot и большие события вокруг них, которые повлияют на их принятие и соответственно на увеличение количества их пользователей, что конечно же хорошо для холдеров этих криптовалют. Кроме этого мы поговорим про биткоин и некоторые монеты, которые по моему мнению обречены на взрыв цены в этом году. Итак, биткоину сегодня исполняется 13 лет. С днем рождения, легенда. Даже спустя 13 лет он все еще остается тинейджером, и инвесторы в него могут считаться чем-то вроде ранних последователей все еще, но уже переходящих в раннее большинство. Я думаю, на кривой принятии биткоина мы находимся где-то вот здесь, в переходном периоде. Лин Альден, основательница Alden Investment, пишет, что доллар США, отвязанный от золотого стандарта, появился около 50 лет назад, значит биткоин младше приблизительно в 3 раза. За это время фиатные валюты, в том числе и доллар США, становятся все хуже и хуже в плане сбережения покупательной способности населения. Зато биткоин, наоборот, становится все популярнее. Это означает, что старая эра заканчивается и начинается новая. Переход из старой эры в новую всегда означает большие возможности для заработка огромных денег. Например, старая эра до доткомов и новая эра после доткомов. Это было хорошим шансом для того, чтобы получить огромные прибыли на новой технологии. И если ты не обращаешь внимания на кардинальные эволюционные изменения в мире, то ты упускаешь эти возможности. Samsung теперь будет работать с Cardano благодаря новому партнерству. Это большой толчок для роста сообщества Cardano, чему холдеры Монет Ада могут только порадоваться. В чем же заключается суть партнерства Samsung и Cardano? Американский филиал компании планирует посадить 2 миллиона мангровых деревьев на Мадагаскаре, островном государстве в Восточной Африке. Известно, что мангровые леса накапливают в 10 раз больше углекислого газа, чем остальные тропические леса. Samsung планирует делать это с помощью блокчейна Cardano, который позволит отслеживать данные с участков посадки и связывать каждое пожертвование с площадью земли, которую оно помогло восстановить. Фонд Cardano Foundation в сотрудничестве с Veri3 в прошлом году запустил первое в мире первоначальное предложение деревьев. Какая-то пародия на первоначальное предложение токенов. Что это за предложение? Это предложение, в котором один токен Ада можно пожертвовать для получения одного токена дерева, который представляет одно посаженное дерево. Это ITO уже получило более чем достаточно денег, чтобы посадить 553 900 деревьев. Целью совместных усилий Samsung и Cardano является борьба с изменением климата. Что ж, это очень круто не просто для холдеров Cardano, но и для всего мира. Посмотри, на что способен блокчейн и криптовалюта, и покажи это тем, кто сомневается в блокчейне. Кто говорит, что блокчейн не нужен, что криптовалюта это скам. Смотри, что делает криптовалюта. Спасает климат на этой земле. Разве это не прекрасно? Партнерство Samsung и Cardano это большое событие для холдеров Cardano, для самого техногиганта и для климата Земли. И говоря о техногигантах, мы переходим к Polkadot. Еще одна телекоммуникационная компания в Германии, Giant, интегрируется с экосистемой Polkadot и более того, покупает его токены для того, чтобы инвестировать в эту экосистему. Они выбрали именно Polkadot. Немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объединяется с Polkadot и инвестирует в Polkadot. Он заявил также, что планирует стать валидатором в сети Polkadot. Если ты не знаком с криптовалютой Polkadot, то напомню, что одна из самых главных целей Polkadot является объединение различных блокчейнов в одну объединенную сеть, что позволит пользователям разных блокчейнов обмениваться денежными средствами, активами или информацией между собой в рамках одной сети. Токен Дот при этом позволяет участникам сети участвовать в ее управлении, голосовать за будущее, а также стейкать, получая пассивный доход за счет владения токенами. Так что сегодня не только Cardano, но и Polkadot получает массивный толчок вперед к массовому принятию. Кроме Polkadot и Cardano я хочу поговорить про манера, незаслуженно забытой многими криптовалюте. Может быть ты уже давно забыл о такой, а вот налоговая служба США помнит про нее. Она заплатит 625 тысяч долларов любому, кто может взломать приватный блокчейн манера. Все транзакции, все эти манеры, как ты понимаешь, абсолютно анонимные и приватные. Отследить финансовые потоки совершенно невозможно, а вот и налоговая служба США пытается сделать хоть что-нибудь. Но комичность ситуации заключается в том, что это предложение от американского регулятора поступило более двух лет назад, в сентябре 2020-го. И за это время никто не смог взломать манера. Это показывает нам, насколько ценной является эта монета, если мы говорим про приватность и анонимность. Плюс манера очень хорошо сопротивляется любой цензуре. Поэтому мне лично очень жаль, что о таких монетах мало говорят, а ведь они действительно имеют большой потенциал. Кроме того, сейчас после коррекции манера выглядит достаточно вкусной для покупки. Теперь мы поговорим про Chainlink, который сейчас достаточно сильно откатился со своего исторического пика. Приблизительно на 55% он упал. Что интересно, это то, что линк находится в этом восходящем канале, который длится с 2018 года. Представляешь? И сейчас, после этой просадки, он находится практически на нижней границе этого канала. Исторически это предзнаменовало собой будущий восходящий тренд Chainlink. Посмотри, когда мы достигли этой нижней границы, например, вот здесь, нас ожидал вот такой взлет. Когда мы достигли этой границы еще раз вот здесь, нас снова ожидал взлет. И теперь мы снова достигли этой границы. По аналогии с прошлыми ситуациями, нас должен ожидать такой взлет. Но при условии, если Chainlink сохранит уровень в 17 долларов. Если провалится ниже, и потом этот уровень превратится в сопротивление, тогда этот сценарий можно отменить. Но если уровень 17 долларов останется поддержкой, тогда этот сценарий, наоборот, будет в действии. Нас будет ожидать булран по Chainlink.com. Говоря о булранах, я все еще верю, что вся игровая индустрия в криптовалюте обречена на массивный забег рано или поздно. Ее капитализация всего лишь 35 миллиардов долларов. Покупать игровые токены сегодня для меня, как будто покупать биткоин тогда, когда у него была капитализация в 35 миллиардов долларов. А такая капитализация у биткоина была приблизительно в мае 2017. На тот момент цена биткоина колебалась около 1000 долларов. По моему мнению, покупать игровую индустрию в криптовалюте сейчас то же самое, что покупать биткоин за 1000 долларов в 2017 году. Об этом, кстати говоря, пишет и EleoTrades, инвестор, который очень массивно зашел в игровую индустрию и NFT в криптовалюте. Он пишет, что сообщество думает, что NFT это скам. То же самое они говорят про внутриигровые валюты. Что это значит? Первое. Мы настолько ранние инвесторы, что аж больно. Второе. ААА студии зайдут сюда еще не скоро, а значит время еще есть. И третье. Нативные криптоигровые студии будут у руля до тех пор, пока крупнейшие игровые производители не зайдут в эту сферу. Что это значит? От себя добавлю. Инвестиции в такие криптоигровые нативные студии – это лучший способ получить огромные прибыли в ближайшие 2-3 года. Что это за студии такие? Например, Vulcan Forged или Ultra. Мы не раз об этом говорили в прошлых видео. На этом все, ребята. Если видео было для тебя полезным, а мне кажется, оно действительно таким было, особенно для холдеров, Cardano, Polkadot, Maneera, Chainlink и игровых криптовалют, то почему бы не поставить ему лайк? Это очень-очень приятно. Я всегда понимаю, что ты ценишь мой труд, и это заставляет меня работать еще больше, чем когда-либо. Также подписывайся на канал Telegram, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями и комментируй. Обязательно богатей. Кстати, не забудь нажать на колокольчик, потому что завтра выйдет огромное видео, приблизительно на 50 минут, которое научит тебя самостоятельно искать мелкокалиберные криптовалюты и получать на этом большие прибыли. Я поделюсь собственным опытом, это будет очень-очень интересно. Поэтому обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На этом все. Увидимся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok